Продолжение следует... 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 Для того, чтобы подчеркнуть то, что я и мы занимаемся не только инопланетянами и концом света, я хочу сказать, что, допустим, вторая книга называется «Чеченский капкан». Я не могу ее здесь еще раз не представить, потому что я считаю ее, может быть, если я что-то и сделал в журналистике или в телевизионной журналистике, так это вот эта вот книга «Чеченский капкан» и те 15 документальных фильмов, 15 часов документальных расследований, которые на сегодняшний день, наверное, являются самым полным изложением тех событий, недавних событий, которые произошли с нашей страной. Что касается этой книги, ну вот если полистать, здесь предисловие, как раз когда я заканчивал эту историю, предисловие как раз начинается со словами «14 февраля 2013 года в 10.30 жизнь землян расковалась наду и после». Речь идет о Челябинском метеорите. Вы помните, сколько было слуховых домыслов, сколько было версий, сколько было апокалиптичных прогнозов по поводу того, что произошло над Челябинском. Ну а, собственно говоря, и над нашей планетой, поскольку событие это было планетарного масштаба. И вот для того, чтобы попытаться ответить на все вопросы, связанные с подобными событиями, мы сделали цикл документальных фильмов, документальных программ, материалов, которые легли в эту книгу. В этой книге, в наших программах, в наших телевизионных фильмах на какие вопросы мы пытаемся ответить? Мы пытаемся зрителю, читателю, ну то есть вам, мы же работаем для вас, ответить на те вопросы, на которые нет ответа в учебниках. Потому что вот когда мне иногда задают вопросы, зачем вы этим занимаетесь? Почему вы рискуете говорить на темы, о которых не рискует рассуждать даже ученые? Я отвечаю на этот вопрос всегда так. К сожалению или к счастью, я не знаю, но все мы или большинство из нас существуем в рамках знаний учебника по природоведению за 85-е годы. Согласитесь, что это так? Итак, то, чем у нас учили в школе, это вот где-то вот 85-й, 83-й год учебники по физике, по природоведению и так далее. А с чего начинается одна из глав в учебнике по природоведению? Вселенная возникла в результате большого взрыва. Наверное, да. Но задается простой вопрос. Что было до этого взрыва и кто устроил этот взрыв? И вся вот эта стройная система, которая изложена в наших учебниках, она начинает не то что прищать по швам, она начинает вызывать много вопросов. Именно поэтому, работая над этими проектами и пытаясь ответить на вопросы, которые стоят передо мной, перед творческим коллективом, который занимается этими проектами, ну а значит перед всеми нашими зрителями, мы пытаемся проанализировать и донести до зрителя те новые знания, которые появились недавно, скажем так. Ну вот, должен сказать, что если об этом задумываться, ну многие, наверное, знают о том, что на сегодняшний день существует два орбитальных телескопа. Они существуют там лет 10-15, наверное. Так вот, я должен сказать, что человечество за эти 10-15 лет существования вот этих орбитальных телескопов заглянуло настолько далеко в заколуке Вселенной, куда человечество никогда не имело возможности заглянуть. И увидела там столько всего и открыла для себя столько новых каких-то неизведанных и странных, необъяснимых фактов, которые сегодня, сегодняшняя традиционная классическая наука объяснить не в силах. Именно поэтому вот книга называется «Битва цивилизации», сейчас идет «Битва ученых». Одни других называют там шарлатанами и так далее. Так вот, наша задача не рассказать о том, как есть на самом деле, наша задача рассказать, что думают ученые о том, что происходит сегодня, что думают о тех новых фактах, которыми сегодня располагает наука и не знают, как ими распорядиться. Потому что, допустим, я вот придумал такой образ, мне кажется, он очень удачный. Сегодня человечество напоминает собой человека, который первый раз посмотрел на свою ладонь под микроскоп и ужаснулся обилию жизни, которая творится на его ладони. Точно так же и с нами. Вот если мы откроем, допустим, раздел «Наука» в Яндексе, каждый день буквально открыта новая экзопланета, открыто что-то еще. То есть, если бы это не было в разделе «Науки», то вполне можно было бы унести в раздел «Фантастики». Но это уже существует. Другое дело, что проанализировать и пока дать объяснение этому, наука не всегда в состоянии, поэтому держится там из последних сил за те осколки или там основы классических знаний, которые были открыты течением последних столетов. Поэтому в своих проектах мы высказываем, даем возможность высказаться ученым, ученым самого розного толка, самых разных направлений. Высказываем и рассказываем о тех гипотезах, которые существуют сегодня. А этих гипотез очень много. И таким образом я считаю, что мы выполняем какую функцию? Мы даем возможность всем нам, и вам, и нам, и мне в том числе, понять, а в каком мире мы существуем. Потому что до тех пор, пока мы не поймем, в каком мире мы существуем, мы не поймем, кто мы есть такие. Вот, собственно, об этом эта книга, и, собственно, вот те книжки, о которых я уже говорил, они тоже в каком-то смысле, они несут новую информацию, несут информацию о тех новых гипотезах, которые существуют в научном или околонаучном мире. Я еще раз хочу сказать, то, что написано в этих книгах, это не является учебником, это не истина в последней инстанции, это информация для размышлений. Только обладая полностью всей информацией и только представляя о том, какие на сегодняшний день существуют гипотезы и версии, которые объясняют окружающий мир, но в состоянии составить собственное представление о том, в каком мире мы живем.